Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от текста, это Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих, мы зададимся вопросом, почему малодушие есть грех? Просто раз мы говорили об опасности тщеславия, сегодня говорим о малодушии. Надо прямо сказать, что малодушие значительно больше распространено среди верующих христиан, чем нежели тщеславия. И в этом есть опасность, очень серьезная опасность. Давайте сначала прочитаем текст из Евангелия от Луки, 9, 62. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Здесь, казалось бы, речь идет о нерешительности, но нерешительность является проявлением малодушия. Давайте посмотрим, как сами богословы дают определение тому, что есть малодушие. Малодушие побуждает человека принижать, занижать меру своих способностей посредством отказа, от стремления к тому, что человеческой душе предназначено, а он, возложивший руку свою на плуг, начинает озираться назад. И в нерешительности может оставить тот путь, который является единственно спасительным для него. И мы знаем пример вот этого евангельского раба, который, убоявшись именно из малодушия пускать в оборот деньги господина, он пошел и закопал их в землю. Об этом мы можем прочитать в 25 главе Евангелия от Матфея и в 19 главе Евангелия от Луки. Но за это он был сурово наказан. Человек, когда он излишне цепляется за свое мнение о том, что он не способен вот на это, на это, а на что с Божьей помощью на самом деле он способен, иначе бы зачем бы Господь призвал бы его. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, Григорий Двоеслов, говоря о Моисее, сказал, что он, Моисей, возможно, проявил бы гордость, если бы немало не колеблясь стал вождем множества людей, но он проявил бы еще большую гордость, если бы отказался повиноваться предписанию своего Создателя. Вот здесь такая тонкая грань – реально оценить себя, и не проявляя малодушия, согласиться с тем поручением, которое тебе настойчиво дается от Бога через Его Святую Церковь в нашей ситуации. И действительно, когда мы читаем о Моисее, это книга «Исход», 4 глава, с 10 по 16 стих, здесь мы находим следующие слова. И вот здесь надо понять, где грань между трусливым малодушием и необходимостью ответить согласием на Божий призыв. «И сказал Моисей Господу, после того, как Господь призвал его, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен», – Господь сказал Моисею. «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить?» – Моисей сказал. «Господи, пошли другого, кого можешь послать!» И возгорелся гнев Господен на Моисея, и он, Господь, сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем, ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Конец цитаты. Итак, что мы видим здесь? Здесь мы видим, что Моисей призван Богом, но Моисей называется в Библии «наикратчайшим из человеков». И он со смирением отказывается, он просит как бы переложить эту миссию на другого, а в чем бы заключался его малодушие, если бы он поступил так же, но в категорической форме. Ведь Господь, который предлагает ему это служение, он уже предусмотрел, что будет Арон помогать ему, он уже предусмотрел все возможные трудности, ибо Господь знает и видит все. Моисей и Иеремия, другой пророк, были достойны того служения, для которого их избрал Бог, но это достоинство они обрели по божественной милости, то есть по благодати, а свою недостойность они оценивали, исходя из собственной слабости, хотя не упорствовали в этом. А если бы упорствовали, это граничило бы с малодушием, с опасным для человека малодушием. И мы читаем в книге пророка Божия Иеремия, первая глава, с 4 по 10 стих, «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я светил тебя, пророком для народов поставил тебя». «Я, – пишет Иеремия, – сказал, «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне, не говори, я молод». «Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», – сказал Господь. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Вот чем интересен этот отрывок из пророка Иеремии? Здесь говорится о том, что Бог предуготовил его к этому служению от чрева его матери. «Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком, для народов поставил тебя». И когда человек призывается на какое-то служение, ответственное и важное в церкви, он должен смириться. А если он будет уклоняться к категорической форме, это может быть следствием и проявлением гордыни. Такое тоже бывает. И здесь надо проявлять усилие веры, как сказано, закон и пророки Деяна, сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих. Как раз усилие над собственной волей помогает нам превозмогать собственное малодушие. И в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, апостол Павел пишет «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И вот в прологии, составитель которого протеерей Гурьев, приводится такой интересный пример. Некий инок однажды в чем-то был обвинен старцами, и в этой скорби стал особенно усердно молиться Богу. Но в то же время ему очень тяжким и горьким казалось принять осуждение, и он всеми способами старался избежать наказания, в чем и преуспел, уговорив одного брата принять на себя его грех и дать в нем ответ начальнику. В ту же ночь, когда он после обычных пения и молитвы заснул, увидел он во сне некую птицу, которая ходила по земле и не могла летать, потому что не имела крыльев. Эта птица взошла на чудное дерево и начала петь так восхитительно, что ее пение удивило инока, усладившись пением. Он стал внимательно смотреть на птицу и заметил, что в ней только часть целого, только нос и ноги. Инок подумал, хотя птица и безобразна, но зато пение ее весьма усладительно, после этого он проснулся и под влиянием услышанного пения исполнился радости и умиления, но от того, что видел, пришел в страх и трепет и, горько заплакав, сказал, виденная мною птица есть образ моего лишения. Как и сказано про некоторых, наполовину они вышли из мира, а по малодушию наполовину же остались в мирском и плотском мудровании. Поскольку я молился, Господи, дай мне смирение, Господь послал исцелить мою тщеславную и малодушную душу, а поскольку я оказался нетерпеливым, вот и скорблю. Так, укоряя себя, Инок продолжал плакать. Итак, не будем малодушными, но доверимся тому призванию, к чему церковь призывает, направляя нас, и смиримся перед волей старших. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассмотрели такое понятие, как малодушие в библейском и святоотеческом контексте. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем говорить о мелочности. Почему опасно быть мелочным человеком? Но это потом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо.